Всем привет, всем здравствуйте! И сегодня у нас среда, 3 июня. Да, я запуталась в датах, потому что мы сидим дома. Что, Дамир? Вот я играю в игру, я не знаю... В игру он в такую игра это ребусы здесь, и он не знает, какое слово ему составить. Помогите ему! Да? Да, потому что тут не то это словарно, тут много чего загадок. Хорошо, Дамир. Так вот, сегодня у нас очень продуктивный день. Я уже приготовила курицу, мы с Дамиром уже и поиграли, и покушали. Ела я сегодня, значит, на завтрак у меня была ленивая лазанья. Господи! Ленивая лазанья у меня была на завтрак. Вот поели с Дамирчиком еще курочки сегодня. Сейчас буду продолжать. Ну что, ну блин! Ну что, мама? Я вот на сайте кнопку прошел вот так. Хочу показать. Вот забрал ключ и пошел туда. То есть ты слово какое-то все-таки ввел? Нет еще. А ты не заметил, что ты меня перебил? Я что-то рассказывала, я опять потеряла несповествование, и ты меня опять перебил, зай. Ты заметил? Заметил. А ты мог подождать? Ты мог выключить экран и подождать? Да. Выключи экран и жди. Я не против того, что Дамир меня... Выключи экран и жди, я сказала. Выключи экран и жди. Я не против того, чтобы Дамир мне что-то показывал интересное. Я хочу, чтобы ребенок научился меня не перебивать. И дело не в том, насколько важно то, чем я занимаюсь. Еще раз повторюсь, для меня очень важно, чтобы ребенок имел в себе привычку не перебивать. Да, Дамир? Причем не только взрослых не перебивать, нужно уметь товарищей. Нужно просто уметь слушать. Уметь слушать – это огромный дар, это огромный талант. И я считаю, что ребенку это качество пригодится в жизни. Это очень важно, уметь выслушать оппонента. Это очень важно даже вот иной раз просто вот выслушать, да, даже врага своего выслушать. Человека, который вот как ухочет тебе сделать. Чтобы, знаете, выслушать его и подметить вовремя какие-то звоночки. Это, мне кажется, тоже очень важно. Очень важно. Погода у нас, вы знаете, такая сегодня солнышко, но все равно вот ветерок холодный, прохладновато, вот как-то я не знаю. В общем, мы решили сегодня переделать все-все-все-все наши дела, а завтра с самого утра отправиться на прогулку, если не будет дождя, если будет хорошая погода. Так сказать, сделал дело, гуляй смело. Вот. Поэтому сегодня у нас вот такой полностью кулинарный день. Сегодня я еще хочу приготовить суп. Я хочу приготовить еще что-то на второе. то есть курочку мы уже сделали, вот. Ой, господи, и сегодня я еще хочу приготовить блины, поэтому мы, я пойду посмотрю, что мне хотел рассказать Дамир в своей игре, вот. Еще раз побеседую с ним на ту тему, что не надо перебивать. Дамирчик, ты просьбу мою не выполнил. Не заикайся. за шкафом. Еще раз побеседую с ребенком на тему выполнения своих просьб, судя по всему, тоже теперь, да? Я тебя попросила что сделать? Экран закрыть, выключить и дождаться. Ты не дождался меня минуту? Так вот, сейчас у нас с Дамиром будет проведена беседа на тему того, что нужно не перебивать, особенно не перебивать старших, и научиться выполнять свои обещания. Я тебя поп... Не важно, я тебя попросила, я тебя... Ты меня опять перебиваешь. Я тебя попросила, ты не выполнил. Я тебя попросила, не важно зачем, мать попросила, ты не выполнил. Мне надоело, блин, это. Мне надоело это. Он никогда не слушается. То ли это был... Я не знаю, то ли где-то что-то упущено, то ли это привито так бабушкой, то ли что. То есть, чье это влияние? То ли это в генах такое, то ли я где-то не досмотрела. Я не понимаю, я не понимаю, почему он никогда меня не слушается. Почему ты меня никогда не слушаешься? Если мама сказала, не должно быть вопроса, зачем, значит, так надо. Понимаешь, нет? Неважно. Это неважно. Я сказала, сделай, пожалуйста. Ты минуту посидел, решил сделать дальше по-своему. Он всегда делает по-своему. И причем дело даже не в том, что досмотрела, не досмотрела. Он делает по-своему всегда с самого рождения. Я помню, в детстве была фишка, говорю, Дамир, не трожь пупок, не колупайся в нем. Потому что я любил вот это пальцем там наколупывать, когда он был там год с копейками. Я говорю, не делай так, он пойдет в другую комнату и будет там так делать. И будет там колупаться в пупке дальше. Да, Дамир? Попросишь его что-то не делать, не важно там. не важно что в принципе, он пойдет в другую комнату и будет там это делать. И так всю жизнь. Вот ребенку 7 лет скоро, со дня на день, через неделю ему 7 лет. И он всю жизнь так делает. Абсолютно. Ну что, готов к беседе? Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...